Я напоминаю зрителям канала Артен в эфире вечерние новости. Этот выпуск сегодня веду для вас я, Наталья Быстрецкая. Мы продолжаем. Камала Харрис знала о тяжелом состоянии Байдена, но молчала об этом из-за собственных амбиций, завел журналист и политический активист Чарли Кирк. Камала знала, что Байден болен и не справляется со своей задачей. Она привела его на бойню и теперь занимает его трон, написал Кирк в соцсети X. По его словам, Харрис ставит свои цели превыше интересов страны. Она расчетливая, бессердечная, жаждущая власти женщина, которая отбросит Америку ради собственных амбиций, считает Кирк. В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах. «Премьер-министр Израиля выступил с речью в Конгрессе. Он напомнил о трагедии 7 октября, процитировал Черчилля, призвал США и Израиль вместе противостоять Ирану, обвинил Международный уголовный суд в антисемитизме и на ветах и заявил, что его видение послевоенного будущего для сектора Газа – это демилитаризация и дерадикализация. При этом Нетуньяго заявил, что сектором должна управлять гражданская администрация, состоящая из палестинцев, не стремящихся уничтожить Израиль. Премьер почти ничего не сказал в своей речи о сделке с Хамас по освобождению заложников. Наоборот, он заявил, что Израиль будет сражаться до полной победы, включающей уничтожение военных возможностей хамасовцев и таким путем вернет заложников. При входе в зал Нетуньяго встретили аплодисментами. Премьер-министр прошел мимо Чака Шумера, лидера демократического большинства в Сенате, и не пожал ему руку. «Мои друзья, я пришел заверить вас, мы победим!» Торжественно начал премьер, затем он обратился к событиям 7 октября, заявив, что, как и 7 декабря 1941 года, атака японцев на Пёрл-Харбор и 11 сентября, 7 октября – это день, который навсегда останется в памяти, как день катастрофы. 3000 террористов вошли в Израиль и убили 1200 человек, включая 39 американцев. Одна из освобожденных заложниц, Нуар Гаман, находилась в зале. 7 октября весь мир увидел отчаяние в ее глазах, когда ее увозили в газу на мотоцикле, напомнил премьер-министр. Нетаньяго перечислил других родных похищенных, которые приехали вместе с его делегацией в США. В их числе был Ильяго Бибас, дедушка рожеволосых малышей Бибас, похищенных боевиками. «С нами сегодня также члены семьи американских заложников. Боль, которую испытали эти семьи, неописуема. Я встретил их снова и пообещал им, что не успокоюсь, пока все их близкие не вернутся домой», – заявил политик. Нетаньяго поблагодарил Байдена за его усилие вернуть похищенных, а также за поддержку Израиля. Байден встретится с Нетаньяго в Белом доме завтра, в четверг. Встреча Нетаньяго и Трампа запланирована на пятницу, она пройдет в поместье Мар-Лага во Флориде. «Россия должна прекратить войну в Украине, чтобы в Германии не размещали американские ракеты», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе летней пресс-конференции в Берлине. По словам канцлера, решение разместить ракеты призвано гарантировать, что в Германии войны не будет. В начале июля Белый дом сообщил, что в 26-м году Соединенные Штаты начнут эпизодически размещать на территории Германии дальнобойное оружие. Deutsche Welle отмечала, что в Германии впервые со времен Холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достичь в территории России. Представитель Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе. Но российские ракеты придется нацелить на европейские столицы. В МИД РФ не исключали, что Россия в ответ на размещение американского оружия в Германии может развернуть ракеты, в том числе с ядерным оснащением. Организаторы объявили программу 81-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Его откроет продолжение фильма «Битлджюс» 1988 года, снятая Тимом Бертоном. В основной конкурс вошел 21 фильм. Среди них Джокер «Безумие на двоих» Тодда Филлипса, комната по соседству Педро Альмадовара, квир Люки Гуадонинья и Мария Пабло Лораина. Во внеконкурсной программе оказались сломанная ярость Такеши Китана, облако Киоси Курасала, комедийный боевик «Волки» Джона Уотса с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Также на фестивале покажут картину «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Табрыгином. Она рассказывает о семейной паре, которая с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище. На маркетплейсах бойко идет торговля фальшивыми тестами на беременность. Эти бутафорские тесты всегда показывают две полоски, даже если опустить их в обычную воду. Десятки объявлений о продаже и тысячи восторженных отзывов покупателей демонстрируют, что товар действительно пользуется популярностью и востребован у женщин. Психологи говорят, что есть две главные причины, которые толкают женщин на шутки о псевдобеременности – убедиться в надежности избранника и заставить партнера официально оформить отношения. В обоих случаях розыгрыш не поможет получить желаемого, предупреждают аналитики. Что это? Я не поставил это. Проверяйте тест? Я не поставил это в порядке. Смотрите, что ты собираешься. Это так стучат. Я не могу верить, что ты не веришь. Окей, здесь мы идем. Проверяйте мне. Окей. Она не знает, что это не реально. Она говорит, что она собираешься. Мы должны поговорить. Что случилось? Давайте посмотрим. Я собираюсь. О, боже мой. Группа Deep Purple выпустила студийный альбом, на котором впервые звучат партии нового участника гитариста Саймона Макбрайда. Благодаря усилиям давнего соратника, продюсера Баба Эзрина, 23-й альбом легендарных англичан получился достойным. Их собственные классики считают музыкальные критики. Вместо Стива Морса, который проработал с 94 по 22 год и ушел, чтобы сосредоточиться на уходе за больной женой, на гитаре теперь играет Саймон Макбрайд. Как сказал Морс перед тем, как покинуть группу, я торжественно передаю ему ключи от хранилища, где спрятан секрет рифа Smoke on the Water. Макбрайду 45 лет, он из Белфаста. В громких проектах замечен не был. Карьеру начинал в качестве техника и водителя гастрольных фур. Deep Purple его приняли как родного. Перед первым турне им хватило двух репетиций, чтобы притереться друг к другу. Разве что внешне он не слишком вписывается в канонический образ легенд хард-рока. Короткая стрижка, повседневный наряд без выкрутасов. Концерты Лиловых давно строятся так, чтобы давать вокалисту больше отдыха. Отсюда и все более затяжные инструментальные соло. Новые записи Deep Purple придуманы так, чтобы Ян Гиллан, а ему уже 78, полностью реализовался в рамках своих сегодняшних вокальных возможностей. Судя по первым реакциям фанатов, самое большое впечатление на них произвела песня Bleeding Abverse, которая идет на альбоме последней. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok